Всем огромный привет! Сегодня я буду готовить как горячее, так и холодное блюдо. Это блюдо может выступать как горячим, так и холодным. Это будет рыба в томатном соусе вместе с медьями. Мне кажется, что такое очень-очень интересное сочетание. Я еще именно так не пробовала эту рыбу приготовленную. Я очень люблю, когда мамы наши готовят рыбу с томатным соусом, с луком. Когда ее заливают, ее можно кушать и горячей, и холодной. Это будет что-то наподобие, но что-то с такими морскими нотками. Поэтому мне кажется, что рецепт очень-таки довольно интересный. Готовится все легко и просто. И, как мне кажется, я, если понравится, буду использовать его на этот Новый год, на свой новогодний стол. Если же, конечно, все понравится. Попробуем сочетание, попробуем, как это все готовится. И с учетом того, что это легкий рецепт, он еще и должен получиться очень-очень вкусным. Приступаем. Все будет готовиться максимально быстро, поэтому много ингредиентов у меня на столе сейчас нет. Основные уже сейчас находятся на столе, кроме масла и, в принципе, больше ничего. Соль, специи, томаты в собственном соку, томатная паста. Все от ваших предпочтений зависит. По рыбе у меня это судак, так как в нем мало косточек. Но это не морская рыба, можете использовать сибас, можете использовать замороженный хек. В нем тоже мало косточек, поэтому выбирайте рыбу, та, которая нравится вам. Миди. Они уже разморозились. И я буду использовать лук-порей и чесночок. В принципе, это все. Первое, что сейчас необходимо, это нарисуем лук-порей такими полукольцами и будем обжаривать его на сковородке. Вот я его сейчас порежу и будем отправляться к сковородке. Пока у меня лук на сковородке, я разрезала рыбку на таких три части, не отделяла кости, ничего. Мне нужно ее немного присолить. Дальше посыпаю белым перцем. И прованские травы еще тоже добавляю. Все, рыбку оздавляю так, постоять буквально, пока у меня будет готовиться соус. И дальше займемся ею дальше. Разогреваем сковородку. Я наливаю подсолнечное масло. На сковородку отправляю лук-порей. И начинаю его обжаривать. Буквально минутку обжариваем лук-порей на огне. Добавляем к нему томаты. Как только томаты с луком-пореем немного прокитат, буквально минутку-две, не нужно на это много времени тратить, я к ним отправляю мидии. Хочется мне это все немножечко присолить все-таки. И тушим под крышкой 5 минут. Пока у меня здесь томится все на маленьком огне, мидии в соусе, я включила вторую сковородку, где буду жарить рыбу. На сковородку наливаю растительное масло. Отправляю сюда раздавленные зубчики чесночка. И мне нужно, чтобы они зазолотились и отдали свои ароматы маслу. Рыбку я буду обмакивать в кукурузной муке. Просто я так люблю. И если вы не любите, то можете не обваливать ее ничем, просто обжарить. Рыбку я буду обмакивать в кукурузной муке. Нужно забрать чеснок, который уже зазолотился, чтобы он не горел. Обжариваем так рыбку до готовности. В принципе, я рыбу жарила долго. Она, скорее всего, выжарилась. Но на всякий случай я ее окунаю в этот соус. От этого хуже ей точно не станет. Тем более, что у меня есть вот такой вот большой кусочек. Все это отправляю в соус. И даю еще минут 5-10 на очень слабом огне протушиться. Презентация блюда может быть, конечно же, по вашему вкусу. В моем случае я сделала все просто. Так как для меня важно попробовать именно на вкус. Как это блюдо будет сочетаться одно с другим. Важно использовать именно низкокалорийную рыбу. Тогда она будет подходить практически просто всем. Даже тем, кто будет сидеть на диете. Сочетание вкуса изысканное. И я бы сказала, что это ресторанное блюдо в таких домашних условиях. Конечно, что вы можете использовать к мидия морскую рыбу. Как я уже это говорила ранее. Но у меня ее не оказалось под рукой. Я ее очень хорошо заменила судаком. И мне кажется, он сюда точно так же гармонийно вписался. В своих рецептах вы можете использовать и морскую рыбу. И вообще ту рыбу, которая нравится именно вам. Мне очень нравится сильно. Нравится сочетание. Это подойдет как на горячее, так и на холодное блюдо. И вы можете приготовить его очень легко. Все быстро, доступно, без всяких излишних добавлений. И очень-очень вкусно и полезно. Что самое главное. И для меня это всегда просто на первом месте. Чем дальше, чем старше я становлюсь, тем больше я думаю о здоровье своей семьи. О своем здоровье. Поэтому приготовить вот такую рыбу, мне кажется, очень-очень достойно и очень вкусно. Вам скажут все только спасибо. И буду спрашивать у вас рецепт, как же вы это все готовили. Используйте томаты консервированные. Попробуйте их. Если они кисленькие, то их нужно немножечко посластить. Если же у вас домашние томаты, естественно, то они должны быть сладкие. Если вы все делали по правильному, в сезон их закрывали. И тогда это блюдо раскроется еще больше. Главное, чтобы чувствовалась гармония по кислоте, по сладости и специям. На этом у меня все. Я желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки. Если вам нравится этот рецепт, обязательно подписывайтесь на мой канал. Будут выходить все новые и новые видео. Желаю вам приятного аппетита и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok